СВЯЗЬ УСТАНОВЛЕНА Приветствую вас На данный момент уровень опасности низок Состояние экологии ухудшается Уровень загрязнения поднялся до критической отметки Жизнь в красных зонах невозможна Желтые зоны загрязнены чуть меньше Но в их пределах сосредоточена большая часть населения планеты Годы войны и гражданских беспорядков сделали свое дело Ситуация в них взрывоопасная Влияние нот в желтых зонах неоспоримо Там они ведут набор новых солдат И размещают в этих регионах свою военную инфраструктуру Лидер братства некто по имени Кейн Он верит, что Тиберий это новый шаг человечества к вершинам эволюции В его программу входит распространение кристаллов по всей Земле Впрочем, в последние годы братство вело себя подозрительно тихо Совершая мелкие локальные теракты Заражение избежала лишь малая часть поверхности планеты Теперь это синие зоны, обороняемые силами ГСБ Наша последняя надежда на выживание Вас назначили на пост командующего войсками ГСБ Расположенными на восточном побережье США Удачи! Приветствую Я генерал Джек Грейнджер Добро пожаловать Времена у нас интересные пошли Разведка докладывает, что угроза Нот сейчас минимальная Кейн мертв и в братстве теперь грызня за власть За последний год их численность сократилась на четверть Они бросили четыре базы По прогнозам, они еще десять лет нос и не покажут Но по-моему, это затишье перед бурей Я двадцать восемь лет сражался с Нотой Точно знаю одно Пока на Земле есть Тиберий Братство от нас не отстанет Если они притихли, значит что-то замышляют Вы отправитесь в Северную Каролину Вчера охрана зоны задержала грузовик Оказалось, что это машина Нот Машину обыскать не успели Водитель ее взорвал и сам подорвался Возьмите солдат и выясните, в чем там дело Надеюсь, тревога ложная Но если нет, тогда готовьтесь к худшему Лейтенант Сандра Телфер из военной разведки Она ведет вас в курс дела Лейтенант Спасибо Приветствую, рада помочь Чем смогу Итак, вот что мы знаем После случая с грузовиком Мы прочесали всю зону и не зря Спутники обнаружили подземную энергетическую сеть В самой глуши Подарочек от Нот Нам повезло В том районе у нас есть старая база Разверните ее и сможете исследовать местность Старайтесь избегать столкновения с противником Неизвестно, что эти маньяки там прячут Желаю удачи Если что, обращайтесь Судя по вашему рапорту Братство затеяло что-то глобальное Я созвал экстренное совещание Но время чертовски неподходящее Совет директоров на Филадельфии Чтобы этому совещанию пусто было Простите, что прерываю, генерал Только что сообщили На центр Годдарда совершено нападение Сейчас поступят видеоданные Господи Вы понимаете Что они сделали Они угробили нашу противоракетную систему На северо-востоке А Филадельфия? Да поможет нам Бог Всемирные новости Продолжается совещание директоров ГСБ На космической станции Филадельфия Наш корреспондент Кассандра Блэр Расскажет о проблемах, стоящих перед ГСБ в этом году Вчера правление ГСБ Обсуждало вопросы бюджетной политики По словам директора Кинзбурга Основное внимание в будущем году Будет уделяться не военным вопросам А экологии? Уничтожение Тиберия Стало более насущной задачей Чем борьба с... Простите, что прерываю, но... У нас срочное известие о Филадельфии Только что произошел Несчастный случай Катастрофа Ужасная катастрофа Мы постараемся выяснить, что именно произошло Но пока причины этой страшной трагедии Остаются неизвестными Сейчас вы снова увидите Кассандру Блэр С репортажем от Северо-Восточного Центра Кассандра? Уильям, надеюсь, меня слышно Тут творится что-то невероятное Здесь полно дыма, ничего не видно Горящие обломки падают на город О, Боже! Невероятно Гибель Филадельфии не несчастный случай Мы снесли голову Гидре враждебной идеологии Конец страха и рождения надежды Дети Нот, возрадуйтесь Кровь ваших угнетателей потечет рекой Придет конец полувековой тирании Грядет перерождение Грядет новая эра Будущее За нами Так Поступили свежие новости из северо-западной зоны Они появились внезапно Совершенно неожиданно Начали падать бомбы И не похоже, что они выбирали цель Я только в структурую, я и в структурую, я и в структурую Это будет не встать, что они будут Ну вот, дела не важнецкие Братство атаковало все крупные синие зоны Противоракетная оборона все еще не работает Многие части ГСБ окружены И я понятия не имею, кто у нас сейчас главный Но сейчас не до протокола Захвачено все северо-восточное побережье А хуже всего дела тут, в Вашингтоне Генерал, начинается эвакуация Отправляйтесь, Сандра Но Вы же не останетесь здесь Это приказ, Сандра Есть Кирс Джеймс ведет Вас в курс дела Теперь вся надежда на Вас Спасите этот город Итак, вот последние данные Силы НОД продолжают наступать Их цель Пентагон Вы понимаете, что важнее объекта в городе нет? Это мозговой центр всего ГСБ Потери Пентагона Это полное поражение Не допустите этого Прекрасная работа Пентагон спасен Но весь регион еще под угрозой По всему побережью идут бои Отбейте авиабазу в Ленгли И получите поддержку с воздуха Или же займитесь Хэмптон Роудс НОД высаживают там войска Захватите базу и перекройте им снабжение Им Вы урежете подкрепление А сами получите бронетранспортеры Захватив обе базы Вы сможете заняться освобождением всего округа Ну что ж, вы прекрасно поработали Вашингтон снова в безопасности Да, у нас новый исполнительный директор Редмонд Бойл, бывший казначей ГСБ Знаю, что вы подумали Но протокол опять в силе После гибели Филадельфии Бойл остался старшим по должности Но зато он не глуп и разбирается в финансах А деньги нам сейчас нужны как никогда Простите, генерал, я хотела предупредить тут... Генерал Грейнджер, Редмонд Бойл Искренне рад знакомству Спасибо Это честь для меня Спасибо, директор Простите, что не предупредил о визите Проходил мимо, решил зайти, чтобы лично поблагодарить вас за то, что вы делаете Благодарите не меня, а нашего командующего Гордость армии Такие солдаты, как вы Ваши победы вдохновляют всех нас Но Почевать на лаврах еще рано Пока мы просто вернули себе то, что принадлежало нам прежде Братство Нот Хочет войны Оно ее получит Мы сотрем их с лица земли Расы навсегда Но сначала главное Совершите начатое, друг мой Возьмите город под контроль Покажем миру, чтоб ветер Переменился Всего сутки назад Северо-восточную синюю зону Оккупировали силы Нот Войска ГСБ отступали Их штаб был окружен врагами Надо всем свободным миром Нависла угроза Но отважный боевой командир сумел Переломить ход войны Его победы в Вашингтоне Вдохновили на подвиги Всех наших солдат Очень обнадеживает, что ГСБ дали достойный отпор Нот Да, соглашусь Мы задали им славную трепку Но, Уильям Мне не кажется, что исход войны все еще под сомнением Лично я нисколько не сомневаюсь, что ГСБ победит У нас есть воля к победе Есть нужные средства И главное На нас народ Люди требуют возмездия Око за око И мы подарим им возмездие Тогда вопрос один Будет ли это обещание выполнено? Некоторых аналитиков беспокоит то, что сами Вы не военные У Вас нет военного опыта Ваши комментарии? Я верю в своих командиров Они лучшие из лучших Они заслуживают не только доверие моего лично И командование ГСБ Но и доверие всего народа Ведь это за народ мы сражаемся в этой войне Это его мы защищаем И недоверие мира к людям, защищающим его с оружием в руках Это ошибка Вот что Не важно, что тает в новостях Расслабляться рано до конца еще далеко У нот остались синие зоны И неизвестно, как там все сложится Но меня не это беспокоит Идите сюда При допросе пленных Разведка отметила, что некоторые угрозы повторяются Вот здесь Смотрите Похоже на обычную пропаганду нот Но возможно они собираются использовать супероружие Вы отправитесь в Северную Африку И если у них есть супероружие, оно там Надеюсь, упреждающий удар задавит этот кошмар в зародыше Да, еще одно Все эти данные не для чужих ушей Не стоит сеять панику среди населения Сандра обрабатывает разведданные Так что вас проинструктирует, Кирс Вы свободны Итак Ситуация в Северной Африке нестабильна Наша главная цель Египет Мы узнали, что на эрогационной станции Недалеко от Касабада Производится химическое оружие нот Мы обязаны уничтожить этот завод На севере расположен порт Александрия Оттуда нот разводит оружие по всему миру Но это еще не все Похоже в Северном Каире нот Производит ядерное оружие Возможно, именно поэтому этот район так хорошо укреплен Так или иначе Первая ваша цель Это завод химического оружия в Касабаде Вы вернулись, отлично Захваченный Касабадский завод оказался просто кладезем информации К сожалению, дело обстоит хуже, чем я думал Нот создает кибериевое оружие Доктор Жиро возглавляет команду аналитиков Доктор, вы можете что-то добавить? Нот нашли боевое применение жидкому тиберию Это факт Об остальном мы можем только догадываться Мы полагаем, что взрыв тибериевой бомбы В десять раз превысит силу термоядерного взрыва Кроме того, есть катализаторы, при которых такой взрыв вызовет экзотермическую реакцию Вы говорите о цепной реакции? Займите порт в Александрии и не дайте Кейну вывезти компоненты из Египта Как только разберетесь с этим, займитесь с Каиром Слухи об использовании братством некоего супероружия Сеют панику среди населения в Анкопе Но, как нам стало известно, успех операций сил ГСБ в Северной Африке ликвидировал эту угрозу Загнав братство в этом регионе обратно в подполье Впрочем, по последним данным, войска НОД концентрируются в Сараево Ходят слухи, что под руинами старого храма, уничтоженного еще в первую тибериевую войну Создан и функционирует новый тайный храм Извините, но достоверными данными о новом храме НОД я не располагаю То же самое вы говорили и о лаборатории в Касабаде, но данные о ней были на руках военной разведки Возможно, но мы не можем развязывать войну, исходя из одних догадок Уверяю вас, сейчас все под контролем Доктор Бойл! Доктор Бойл! Доктор Бойл! Доктор Бойл! Следующий То есть пришло время принимать важные стратегические решения? Опять вы спешите с выводами Слушайте, я не решаю, сколько надо танков, какие нужны ракеты, какой камуфляж Конечно, нет, но... Да, с этого момента я участвую в руководстве операции в целом Поверьте мне, братство получит все, что ему причитается Мистер Бойл прав в одном Мы получим то, что нам причитается по праву, когда падет режим ГСБ Ибо правда всегда одна, и она с угнетенными С нашими братьями, с наследниками нового мира, мира Тиберия Во имя Святого Братства Дети мои, восходит новая заря Лишь верные обрящут спасение Я принял единственно верное решение Я все понимаю, генерал И тем не менее, беру управление операцией на себя Вы-то мне и нужны Я тщательно продумал план наших действий в Сараево Пора нанести врагу решающий удар Мы должны уничтожить храм Нот Это исключено Мы уже угробили слишком много людей и техники в этом чертовом храме Верно, но мы ведь извлекли из поражения должные уроки Не так ли? Дороговато нам стали эти уроки Мы не можем себе позволить этого Чего мы не можем себе позволить? Так это нерешительности Время не ждет И общественность тоже Нам нужна победа Такая, о которой будут говорить все И лично я Верю, что принесет ее нам этот человек Надеюсь, я ясно выразился, генерал? Есть Да, вполне Хотя это и безрассудство В любом случае, перед началом операции В этом секторе создайте плацдарм Кирс поможет вам в разработке стратегии Удачи Во время Второй Тиберевой войны Мы основали в Хорватии Аванпост Он был разрушен войсками Нот Но если вы зачистите местность Мы вышлем туда ремонтную группу Укрепившись на территории Нужно перерезать пути снабжения Нот А затем взять штурмом храм Кейна в Сараево Желаю удачи Она вам понадобится Ну что же Я ошибся Вы смогли захватить храм и очень вовремя Братство Почти закончило разработку Тибериевой бомбы Но мы увели компоненты у них из-под носа Нам стало известно, что Кейн и его приспешники Заняли оборону на нижних подземных ярусах храма Штурмом эти укрепления не взять Вам придется выкурить оттуда этих мерзавцев Скажите, генерал Система противоракетной обороны уже готова к бою? Надеюсь, вы не об ионом орудии? Именно о нем, генерал Именно о нем О нем Вы понимаете, что речь идет о заводе, где вырабатывался жидкий Тиберий Одного выстрела хватит, чтобы заразить этой дрянью весь регион Сандра, свяжи меня с доктором Жиро Доктор наш, ведущий специалист в этой области, надеюсь, хоть он сможет вас отговорить Эта желтая зона принадлежит братству Каковы бы ни были последствия, они коснутся только местного населения А их проблемы меня не волнуют Меня волнует репутация ГСБ и наш народ, жаждущий возмездия за гибель Филадельфии Ради бога, не приплетайте сюда свою политику Сэр, доктора Жиро нигде нет, похоже, его захватили боевики Нот Что ж, тогда вопрос исчерпан Рук мой Поконим с этой мразью раз и навсегда Хотя Кейн предположительно погиб под руинами храма Вместе со всем внутренним кругом Взрыв жидкого Тиберия привел к образованию радиоактивного облака И как следствие к выпадению радиоактивных осадков над большей частью Восточной Европы Пока не ясно, был ли это несчастный случай Или же последний террористический акт Кейна Все, что мы имеем на данный момент, это комментарии исполнительного директора Бойла Столько невинных жертв, это ужасно Но все же и у этой страшной чудовищной трагедии Есть светлая сторона Кейн, наконец, мертв Теперь все мирные граждане могут вздохнуть спокойно Станция слежения только что засекли Шесть неопознанных объектов, приближающихся к Земле на околосветной скорости Похоже, они хотят выйти на нашу орбиту Откуда они? Неизвестно Мы отслеживаем их с пояса Кайпера за орбитой Нептуна Спасибо Что там, Сандра? Ионное орудие открыло огонь Кто дал приказ? Директор Бойл Смотрите, вот они 1537 по восточному времени 39 кораблей пришельцев совершили посадку в красных зонах по всему земному шару Если цели их неизвестны, то намерения их для нас вполне очевидны Продолжение следует... Запомните То, что я вам сейчас скажу, проходит под грифом совершенно секретно В 2028 году мы захватили высокотехнологичную инфоматрицу Явно неземного происхождения, но называют ее пророчество Мы расшифровали часть данных Это было предупреждение о будущем нашествии пришельцев Без сомнения, связь между взрывом жидкого Тиберия и этим вторжением налицо Но чтобы не связывало ноты пришельцев Нападение подверглись синей и желтой зоны И похоже, что нот не в состоянии обеспечить их оборону Поэтому спасать мир в очередной раз приходится ГСБ Буду откровенен, ситуация критическая Вы же лучший командующий Так что вам достанется самая сложная область Германия Кирс ведет вас в курс дела Господи, до сих пор в это не верится Ладно Вы слышали что-нибудь о новом Эдеме? Это первая в истории желтая зона, превращенная в синюю Ее засекретили и расположили там наши лаборатории В Мюнхене мы проводили подробный анализ деятельности пришельцев К сожалению, Мюнхен сейчас в кольце блокады И все лаборатории уничтожены Однако несколько инженеров выжили Их сейчас переправляют в Зальцбург Как раз за границей зоны И вы должны Во что бы то ни стало обеспечить их безопасность Неплохо сработано Похоже, эти твари не такие уж и бессмертные Хорошо бы еще, конечно, понять, что им надо Кроме как уничтожить все живое Как бы то ни было Есть в этом бардаке и светлые стороны Директор Бойл закрылся в бункере и не путается под ногами В нашем бункере, в Рилькявике Вам бы стоило туда отправиться Обойдутся Это время надо использовать с умом Пока нам тут никто не мешает, будем действовать И тут уж вся надежда на вас Разбейте силы пришельцев Обеспечьте нам перевес, как до того сделали СНОТ Будь кто другой, я бы сомневался Не слишком немного взваливаю на вас Но вы то любите такие задания У нас мало времени Пришельцы закрепились в Мюнхене и захватывают все новые города Кирс ведет вас в курс дела Похоже, пришельцы утратили интерес к нашим городам И сосредоточились на возведении построек в красных зонах Любая попытка приблизиться к ним Пресекается самым жестоким образом Подробнее об этих сооружениях нам расскажет доктор Эмель Ибрагим Старший исследователь научного комплекса техно-будущее Кстати, рад за вас Из Мюнхена было выбраться нелегко Спасибо, Эмель Это было страшно Могу себе представить Ну что ж, расскажите нам об этих загадочных вышках Тиберий Вот основной ключ к пониманию действий пришельцев Они используют его кристаллы так, как нам даже не снилось К примеру, мы знаем, что именно на Тиберии работают их орудия и транспортные средства И эти вышки, по сути, тоже выстроены из Тиберии Впрочем, зачем им эти вышки, неизвестно Мы можем только догадываться Удивительно Поделитесь догадками? Это могут быть обогатители Ракетные шахты Все что угодно Пока мы не увидим их вблизи, ничего сказать нельзя А это непросто, да? Увы, это непросто Спасибо, доктор Ибрагим Что ж, какой бы цели не служили эти постройки, ясно одно Вряд ли они принесут пользу человечеству В это трудно поверить, но Похоже, что атаки на наши города были лишь отвлекающим маневром пришельцев Истинная же их цель – постройка этих вышек Мы не знаем, для чего они нужны, но главное – не дайте чужим довести строительство до конца Лейтенант Самая высокая из них, почти достроенная, расположена в Италии Там, где 50 лет назад началась история с Тиберием Бой будет тяжелым Но если вы сможете снести эту чертову штуку, остальные повалятся как домино Кирс ведет вас в курс дела Господи, надеюсь, это наше последнее задание Ладно, расклад такой Вышка пришельцев расположена недалеко от развалин Рима По нашим данным, она уже почти достроена Кроме того, пришельцы строят рядом нечто вроде супероружия Об этом можете не беспокоиться Сосредоточьтесь на вышке Она окружена каким-то защитным полем Мы предполагаем, что поле можно снять, уничтожив три генератора вокруг вышки Когда поле исчезнет, башня станет уязвимой, и мы сможем нанести удар ионным орудием Удачи вам! Отличная работа Как мы и надеялись, вы показали пример остальным нашим отрядам Ударные группы валят эти чертовы вышки по всему миру Генерал, поступили данные, что у пришельцев осталась только одна вышка Вот тут, в Средиземноморье, бывшем И еще, целая она только потому, что там нот Их там целая армия, и они защищают вышку Кто ими управляет, и зачем им это нужно, у нас нет ни малейшего представления Дьявол разберет, что там у них на уме, впрочем, неважно Мы еще не закончили наши дела в Италии Здесь у пришельцев что-то вроде центра управления Там, где и был впервые, обнаружен Тиберий На совпадение они похожи Доктор Ибрагим считает, что этот центр управляет распределением энергии Тиберия Без Тиберия техника чужих остановится Уничтожьте этот центр Послушайте У меня есть для вас кое-что Генерал Грейнджер скрывает от вас крайне важные сведения Сведения, которые могут спасти вам жизнь Под моим руководством Из материалов, конфискованных у нот Команда инженеров создала экземпляр Тибериевой бомбы И теперь она в вашем полном распоряжении Этот Грейнджер Скорее послал бы вас на верную смерть Чем позволил ее использовать А все потому, что он видит во мне соперника Если мой план сработает Он окажется неудел Общественность отвернется от него А вас будут честовать как героя Если вы выиграете эту войну Послушайте Дело не во мне и не в Грейнджере Дело в вас Это ваш шанс Оставьте след в истории человечества Входите Я только что узнал о плане Бойла Не могу сказать, что удивлен Но как бы ни были плохи наши дела Вы не должны использовать Тибериевую бомбу Да, мы выиграем войну Но представьте последствия взрыва в Красной Зоне Цепную реакцию будет уже не остановить И еще одно Если вы используете эту бомбу Возникнет очень опасный прецедент Мы станем зависимы от Тибериевого оружия От самого Тиберия Но это не наш путь Не путь ГСБ Все это время мы сражались честно За то, чтобы избавить мир от Тиберия Позвольте напомнить Кто мы такие Мы защитники народа Доверившего нам защищать им Обманывать доверие нельзя Вы понимаете это? Да, мы рискуем Да, будут жертвы Но это война С противником, равного которому Еще никогда не бывало Вы должны любой ценой уничтожить врага Использовать все доступные средства Или по вашей вине Погибнут все люди Нашей планеты Выполните долг, друг мой А больше меня не прошу Долг Сделайте то, что должно Сегодня великий день для нас Войска ГСБ разбили силы захватчиков Отдаю вам должное, друг мой Вы разгромили пришельцев Не посрамив воинской части Все вышки чужих лежат в руинах Кроме той последней Войны на два фронта Это всегда непростое дело Когда мы добрались до этой чертовой штуки С ней ничего нельзя было сделать Впрочем, судя по всему Теперь она неактивна и безвредна Похоже, мы так и не узнаем Зачем ее строили И еще одно Не знаю, слышали ли вы Бойл подал в отставку Иначе он пошел бы под трибунал За приказ о применении Тибериевой бомбы Это была бы страшная катастрофа Но теперь у ГСБ Новое руководство А у всех нас новая надежда Вы герой Поздравляю, вы это заслужили Война с пришельцами закончена Но страшной ценой Взрыв Тибериевой бомбы Примененный ГСБ В ходе военных действий Вызвал в Средиземноморской Красной зоне цепную реакцию Распространившуюся на тысячи миль вокруг Число жертв по самым примерным подсчетам Составляет более 25 миллионов человек С обеих сторон И ученые дают еще более мрачные прогнозы На ближайшие несколько месяцев Добро пожаловать в ряды Братства Нот Наши отношения к Тиберию Понимают превратно Но истоки веры Братства Уходят в глубину тысячелетий Ибо она родилась задолго до того Как в 1995 году На Земле появился зеленый кристалл Явление которого предсказал великий Кейн Многие годы ГСБ держал в секрете Информацию о Тиберии Они именуют себя Глобальным советом безопасности Но пусть эти красивые слова Не обманывают вас Ибо они лживы ГСБ стремится к одному Обладать священным кристаллом От нас скрывали правду Но ценой великих жертв Братство сумело получить образцы Этого бесценнейшего кристалла Дабы его благодетельная сила Излилась на весь мир Продажная пресса клеймила нас Как террористов Однако в 2019 году Мы вынудили ГСБ Открыть свое истинное лицо И с тех пор Риды братства пополняются Нашими единоверцами Мы работали не покладая рук Распространяя Тиберии по всему миру Чтобы все люди могли приобщиться К силе зеленого кристалла Однако гонения не прекращались Человечество оказалось ввергнутым В бессмысленные войны Унесшие миллионы жизней Не сумев уничтожить Братство военной силой ГСБ избрал новую тактику Обманом и подлостью Ему удалось изменить мировые границы И вытеснить всех последователей нашей веры В малопригодные для жизни Желтые зоны В то время как на долю ГСБ Пришлись синие зоны Не затронутые катаклизмами Но несмотря на слухи о смерти Кейна Наши братства Сильно как никогда А наша вера в могущество кристалла Непоколебима Мы распространим благую весть Зеленого кристалла По всему миру Он возвал громким голосом Лазарь, иди вон! И вышел умерший Обвитый по рукам и ногам Я всегда считал, что глубина веры Измеряется не словами, но делами Многие дети мои чтут меня на словах А на деле предают Без меня они утратили путь Но ты Ты, сын мой Твоя вера крепка Ты не отступил ни в Гондурасе Ни в Ерехоне, ни в Рио Ты рисковал жизнью, дабы посрамить ГСБ Дабы укрепить нашу веру Дабы восславить имя мое И сейчас я снова взываю к тебе Чтобы ты помог восстановить Былое величие братства Ведомо мне, что ГСБ утрачивает силу Погрязший в грехе и пороке Настало время ответного удара Пока наши враги торжествуют Мы покажем их слабость всему миру Эджей ведет тебя в курс дела Он, как и ты Предан мне Так вот он, тот герой, о котором все говорят Легенда братства Надеюсь, репутация твоя не из пальца высосана Направляют тебя прямиком в пекло Центр имени Годдарда В Гринбелте, штат Мэриленд Отвечает за функционирование Системы противоракетной обороны ГСБ Задача с небольшим отрядом Проникнуть на территорию И уничтожить там всех Затем отключить систему Первым делом вырубите связь Чтобы они не смогли вызвать подмогу А потом Ну не мне тебя учить Да, хотел бы я рассказать Чего Кейн хочет этим добиться Но тогда мне придется тебя убить Шутка Если серьезно Завидую я тебе, брат Грядут перемены И ты будешь в самом их сердце Мы вовремя вступили в братство Зови меня, брат, если что Предчувствие не подвело меня Ты блестяще справился с заданием Я лично следил за ходом этой операции И сейчас я даю тебе Почетное право начать Третью войну за Тиберии Войну Всех воин Вперед, сын мой Нажми на кнопку Впиши свое имя в историю Кровью наших врагов Субтитры добавил DimaTorzok Ура Субтитры добавил DimaTorzok видов Сvär지고 С santé Собило Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас пришла пора показать ГСБ, на что мы способны. Настало время священной войны. Цели у тебя две. Авиабаза Эндрюс и Белый дом. Чёрт, да я бы полжизни отдал, чтобы самому в этом поучаствовать. Ладно. Авиабаза и их поддержка с воздуха в этом регионе. Разберёшься с ней, можно не беспокоиться насчёт всякого дерьма с неба. Белый дом — это ерунда. Высшим командованием там никогда и не пахло. Но если его взорвать первым, выйдет неплохой отвлекающий манёвр. Выбор за тобой. Проблем быть не должно. Покажи им, что такое братство. Продолжение следует... ...в следующий этап нашего великого пути. Я отправляюсь в дальние края, чтобы обеспечить нам победу, и передаю командование генералу Катар. Повинуйся её воле, так же, как и моей. Кейн прав. Дела сейчас идут хорошо. Куда лучше, чем я рассчитывала. Но мы разбудили спящего дракона. И скоро наша вера подвергнется тяжким испытаниям. Что ж, пусть весь мир видит, братство не отступает. Дела плохи, как я и ожидала. ГСБ ответила в своей обычной манере, шок и трепет. Похоже, командующему северо-восточной зоны ГСБ удалось собрать силы для контрудара быстрее, чем мы думали. Мало того, что нас вытеснили из синих зон, продолжаются атаки на наши базы в жёлтых зонах по всему миру. Нужно было действовать иначе. Но кто посмеет противоречить Кейну, не страшась кары? Прости мою дерзость, брат, но... Ты должен понять. Я желаю братству только блага. А если мы проиграем... Нет. Нет, мы не отступим. Кейн требует напасть? Да будет так. Во время Второй войны за Тибери это сработало. Сработает и сейчас. Твоя задача — подтолкнуть врага к нужным действиям в этом регионе. Сейчас следует сосредоточиться на Бразилии. Это самое важное из жёлтых зон. Там одна из наших лабораторий в тяжёлой осаде. Кейн приказал сохранить её любой ценой. К сожалению, больше я не могу сказать ничего. Да, предупреждаю, брат. Будь осторожен. Киллиан стала правой рукой Кейна отнюдь не за красивые глаза. У неё свои планы. Почему ты думаешь, Кейн ничего не сказал ей о ситуации в Бразилии? Я ведь могу тебе доверять, да? Короче, я слышал, Кейн там создаёт какое-то супероружие. Вот из-за чего вся секретность. Мы расправимся с ГСБ одним ударом. Разве Кейн не гений? Ладно, мы сейчас не об этом. ГСБ не сидит сложа руки. Пока мы тут болтаем, войска Совету прорываются к лаборатории. Тебе нужно отбить атаку, а затем очистить сектор от ГСБшной мрази, чтобы мы смогли вывезти... Ну, товар. Как видишь, я сейчас на пути в Сан-Паулу. Билеты в первый ряд нам обеспечены. Прекрасно, брат. Ты не только выполнил задание, но и раскрыл планы Кейна. Давай посмотрим. Он решил создать Тибериевую бомбу. Вот тут распылители. А это не даст Тиберию разъедать корпус. Ничего не понимаю. Если Кейн хотел так выиграть войну, то почему не сказал об этом мне? Нет, брат, пусть тебя это не тревожит. Придет время, и я во всем разберусь сама. Наши планы в Австралии куда важнее. И я отправляюсь туда. Мне весьма пригодилась бы твоя помощь. Но Кейн хочет, чтобы ты остался в Сараево. Скоро он должен прибыть в наш храм. Брат, я надеюсь, ты никому не расскажешь о нашем разговоре. Хорошо. Удачи тебе. Она понадобится нам обоим. Работы практически завершены. Не хватает лишь некоторых деталей, которые должны доставить из Бразилии. Все детонаторы настроены на вызов цепной реакции в скоплениях кристаллов и хранить в Сибири. Однако... Мощности все равно может оказаться недостаточно. Так найди другие детонаторы. Скажу тебе правду, сын мой. Наши враги из ГСБ одерживают верх. Но, как я уже говорил, Кейлиан, победа куётся не на поле боя. Всё идёт по моему плану. ГСБ стягивает силы в Сараево. Первым делом ты должен найти детали, потерявшиеся по пути из Бразилии. Затем выиграть время, чтобы нам удалось завершить подготовку. А потом мы сможем перейти ко второму этапу. Если всё пойдёт как надо, скоро во внутреннем круге найдётся место и для тебя. Брат, мне нужна твоя помощь. Я запросила подкрепление в Австралию, но Кейм не отказал. Я видела сводки о разрушении главного храма. Мы оба понимаем, что это конец. Но база, войска, ведь это главное, что у нас есть. Если мы будем действовать быстро, то сможем... Ну что, убедился? Я предупреждал, Киллиан нельзя доверять. Поверить не могу, что она посмела возразить Кейну. У него наверняка есть причины не давать ей подкрепление. Ладно. Наконец-то я в Сараево. Но у нас полно работы. Нужно доставить добытые тобой компоненты бомбы в главный храм и обеспечить Кейну время для сборки этой хреновины. Да, и можно одну просьбу. Когда все закончится, скажи Кейну, чей это был план, ладно? Может быть, тогда он позволит мне сопровождать тебя на следующем задании. Здорово было бы, да? Не забудь вот это и это, а за эти бумаги ответишь головой. Раз уж заговор вызрел в сердце моей собственной армии, пришла пора бросить этих отвратительных животных, именующих себя людьми. Покинуть эту проклятую планету. Но. Настал. Настал миг торжества. Ловушки расставлены. Наши враги из ГСБ сами роют себе могилу. И скоро мы перейдем к третьему этапу. Нас ждет новый храм, в который войдут лишь избранные. Не пройдет и семи дней. Как весь внутренний круг, включая и тебя, сын мой, начнет восхождение к вершине. Но у нас еще есть дела на земле. Отправляйся в Австралию. Собери все, что осталось от армии Киллиан, ее войска пригодятся нам в последний день. Ступай же, сын мой, и помни, надо хранить веру в сердце своем. После всего, что Киллиан натворила, нам бы не защищать ее, а к стенке и... Ладно, я по ее стопам идти не собираюсь. О, нет. На твоем примере я понял. Хороший солдат не спрашивает. Он просто выполняет приказ, так? Как меня слышно? Как слышно? Окей. Я возле главного храма, и у меня ужасные новости. Планы Кейна провалились. Мы видим, как бойцы ГСБ забирают тиберевое оружие. Несколько часов назад они ворвались в храм, и мы слышали выстрелы. С тех пор Кейна никто не видел. Мы опасаемся, что он до сих пор в храме и ждет помощи. Стойте. Я на связи. Мне сообщают, что... ГСБшники наводят ионные орудия. Да. Да изменится мир. Да изменится все, кто верит в силу Тиберии. Да изменится мир. Да изменится мир. Братья мои, я обращаюсь к вам в скорбный час. Многим из вас известно, что в главном храме мы создавали новое оружие, способное положить конец войне. Но нашим надеждам не суждено было сбыться. Они погибли вместе с нашим великим наставником Кейном. Они погибли, когда была разрушена наша святыня. Мы еще не знаем, что произошло. Но, должно быть, залп ионной пушки привел к взрыву Тиберия под храмом. Разрушения в желтой зоне чудовищны. Погибли миллионы людей. Никто не сможет заменить Кейн. Но я клянусь. Клянусь своей жизнью, что исполню свой долг и помогу братству пережить эти страшные времена. Я говорю вам, не время предаваться скорби. Мы не покинем эту планету. Пусть наше горе обратится в святую ярость, и мы отвоюем континент за континентом. Пусть свет кристалла озарит нас. Пусть верные наследуют эту землю. И да покроет позор имена предателей. За мной, дети мои. И вместе мы победим врагов. Не могу в это поверить. Не могу и все. И мне плевать на то, что говорит Киллиан. Кейн жив. Он слишком мудр, чтобы погибнуть. И он бы никогда не покинул нас. Не верю. Ты слышал, что задумала эта баба? Стащить у ГСБ из-под носа ядерные ракеты, мол, это уравняет силы. А еще говорит, что Кейн агрессивный лидер. Что за глупость. Вот полюбуйся. Киллиан издала свой первый указ. Требует перебросить все наши войска в Австралию. Вот и наш последний рубеж. Похоже, выбора у нас нет. Приказ как-никак. Весело тут становится, скажу я тебе. Брат, это что-то невероятное. ГСБ применили ионные пушки южного полушария. Я думал, они хотят выбить нас из Австралии, но пушки бьют по какому-то объекту в космосе. Смотри. Кто за чертовщин? Великий Кейн, здесь приземлилась одна из этих штуковин. Ладно, времени их разглядывать у нас нет. Идем, нужно разобраться с ними. Живо! Живо! Детенот, я вынуждена сообщить, что война с ГСБ приняла неожиданный оборот. Менее часа тому назад их ионные орудия обстреляли шесть неопознанных летающих объектов. Объекты, отразив эту атаку, распались на несколько десятков меньших кораблей и приземлились в разных областях земного шара. Уже поступили донесения, что на неопознанных кораблях прибыли враждебно настроенные инопланетные солдаты. Войска пришельцев захватили синюю и желтую зоны, нападая на поселения ГСБ и братства, не делая между ними различий. К сожалению, пока у нас мало сведений о пришельцах. Но очевидно, главное, мы приостановим военные действия против ГСБ и дадим отпор неожиданным захватчикам. Не могу поверить, что ты пошла на такое. А я не могу поверить, что ты ставишь под сомнение мое решение. Она предала нас, я так и знал. Я никого не предавала. Я спасла братства. Пришельцев слишком много, они сильны. Ни мы, ни ГСБ не в силах их сдержать. Чужие наш общий враг. У меня не было выбора. Я заключила договор с командующим ГСБ. Нужно помочь отстоять их базу в Сиднее. Как можно верить этому слезняку? Если база падет, войска ГСБ будут вытеснены из этого региона. А наших собственных сил не хватит на то, чтобы удержать его под контролем. Поэтому в наших интересах... Это измена! Кейн никогда не пошел бы на такое. Кейн мертв. Этого ты и хотела, верно? Я хочу только одного. Заполучить весь арсенал ядерных МБР. Пока наши братья помогают защищать базу ГСБ, мы похитим коды запуска и систему доставки зарядов к цели для боеголовок, которые уже у нас. Послушай, брат. Я знаю, что альянс ГСБ противоречит нашей вере. Но сейчас... Наш главный враг — пришельцы. Они страшнее ГСБ. А без ядерного оружия нас не хватит сил справиться с захватчиками. Все зависит от вашего решения. Ладно. Ее затея есть толк. Все равно мне это не нравится. Защищать ГСБшный город от каких-то чужих — что за бред? Мир сошел с ума, брат. Совершенно спятил. Ладно. Значит, наша задача — помочь этим неверным. Но при этом не забыть о кудах запуска, чтобы разделаться с ГСБ после того, как вышвырнем с планеты пришельцев, с которыми нам нужно быть вообще-то заодно. Ну вот где здесь смысл, а? Ах уж эти бабы. Быстро же вы меня похоронили, братья. И как только вы могли подумать, что я не предвидел случившегося в главном храме, что не я спланировал все это. Конечно, я не мог предположить измены, и предали меня мои собственные войска! Из всех ошибок Киллиана имя Эмили Геон, самое страшное в том, что она считает гостей большим врагом, нежели ГСБ. Это противоречит всем планам братства. И она должна быть наказана. Возьми своих лучших бойцов и отправляйся на штурм австралийской базы. Киллиан сейчас там. Если возможно, постарайся захватить ее живой, а остальных можешь не щадить. Черт возьми. Говорил же я, что Кейн жив и здоров. Ладно. Наша главная задача взять базу штурмом. Потом мы там закрепимся и надерем Киллиан задниц. Ей останется только сдаться. И вот тогда она ответит Кейну за все. Кейн отдал приказ нашим войскам не поднимать оружие на пришельцев. Это безумие. Чужие устроят нам кровавую баню. Я уважаю твою веру в Кейна. Но ради братства, ради всего человечества, умоляю, не выполняй этого задания. Вместе не сумеем справиться с ситуацией. Прошу тебя. Ты моя последняя надежда. Какая жалость. Но сомнения подобны гнили. Их надлежит отсечь. Киллиан, я дал тебе все. Послушную армию, место во внутреннем круге и будущее. О котором можно только мечтать. И единственное, чего я ждал взамен веры. Моя вера крепка. Я верю в дело братства, а ты отрекся от своих последователей. Эджей. Расскажи мне, Эджей. Что? Расскажи мне про Сараева. Эм, ну там много всякого было? Ты сказал, что сам видел, как люди Киллиан атаковали командующего. Это был отряд перебежчиков с агентом ГСБ во главе. Ты сказал, что она предала не только меня и моих министров, но и само будущее братства. Это клевета. У тебя нет доказательств. Вера Эджей не подлежит сомнению. Его свидетельства для меня достаточно. Я... Я не говорил, что это были именно люди Киллиан. Ты сказал, что она строила козни за моей спиной. Ты сам назвал это предательством. Мы оба знаем, что наказание за предательство только одно. Смерть. Так это были войска Киллиан или нет, Эджей? Решение за тобой. Ну же, Эджей. Скажи ему да. Этого ты и хотел, верно? Я не знаю. Понятия не имею, чего там хотела Киллиан. Как все сложно. Хорошо. Я просто делаю то, что нужно братству. Прикончи ее. Поздравляю, Эджей. Я подверг тебя испытанию, и ты его прошел. Как я и говорил, во внутреннем круге освободилось место. Поздравляю, командующий. Ты моя правая рука. Оставьте нас. Скажем прямо, я с самого начала не собирался выигрывать войну с ГСБ. Киллиан попросту не в силах была этого понять. Наши враги из ГСБ считали пророчество предупреждением о гостях. Я же разглядел в нем возможность. Возможность пригласить на Землю высшую расу. Тех, кому ведома сущность Тиберия. Согласно пророчеству, взрыв жидкого Тиберия должен был привлечь внимание гостей. Но мы при всем желании не могли обеспечить достаточную мощность. Поэтому я и развязал войну с ГСБ, чтобы спровоцировать применение ионных орудий. Мои ученые сказали, что только с их помощью можно устроить взрыв достаточной силы. Разумеется, для войны была и другая причина. Следовало ослабить ГСБ, чтобы они не помешали планам гостей. Сейчас на Земле строится 19 вышек. Каждая из них станет дверью, вратами межзвездного пути в иные миры. К сожалению, войти в них можно, только зная код. Я полагаю, что он хранится в узлах связи. Ты должен захватить один из этих узлов. Да будь мне ключ к нашей судьбе. Не могу забыть лицо Киллиана. Как она на меня смотрела, так на пустое место. Ладно. Все равно. Давай к делу. Честно говоря, мы пока еще мало знаем про этих пришельцев или чужих, или кто они там такие. Но одно ясно. Все они появляются из вот этих узлов. Надо захватить один такой, правда, это непросто. Смотри. Ближайший находится на севере Италии. Но там такие мощные укрепления, что даже мышь не проскочит. Так что нам надо спланировать атаку в два этапа. Лгать не буду. Эта операция почти самоубийство. Я с самого начала знал, что гости могут передумать насчет нашего сотрудничества. Поэтому я разработал оружие, для которого они уязвимы. Оно поможет тебе захватить одну из вышек, но действовать нужно быстро. Гости стремятся уничтожить это оружие. Защити базу с оружием и можешь поразвлечься с новой игрушкой, если хочешь. Даже и не знаю. Может, Киллиан была права. Может, Кейн и правда попросту спятил. Знаешь, чего он теперь от тебя хочет? В красной зоне не должно остаться ни единого бойца. Ни ГСБ, ни НОД. Какого черта? Спасать этих вонючих пришельцев ценой жизни наших братьев? Я понятия не имею, как ты это терпишь. Но вот что я тебе скажу, босс. Пожалуй, я тебе больше не завидую. Только что поступили результаты анализа последнего столкновения, а вот данные о целях. И снова, сын мой, ты оправдал мои надежды. Код в наших руках осталось только захватить вышку. Но, как ты видишь, ГСБ не сдается. Они успели уничтожить почти все вышки. Ты должен... должен сохранить хотя бы одну. Иначе все наши труду и пойдут прахом. По сведениям, полученным из пророчества, можно предположить, что по окончании строительства вышки каким-то образом становятся неуязвимыми. Сейчас их осталось всего четыре. И та, что в Средиземноморской Красной Зоне ближе всего к завершению. Сын мой, защищай эту вышку любой ценой. От этого зависит будущее братство. С возвращением, сын мой. Поздравляю. Последняя вышка введена в строй. Теперь ни один человек не сможет ее уничтожить. Тайны Тиберия ждут нас внутри, и познав их, мы обретем власть над миром. Итак, вступи во внутренний круг, и мы откроем врата. Узрите нового героя, того, чья преданность претворит в жизнь наши мечты о перерождении. Тиберия. Продолжение следует... Борьба с... Приветствую вас. Активация Крови Богов прошла успешно. Зараженная планета в стадии возревания. Поправки внесены. Курс на планету. Запуск двигателей произведен. Тактический анализ. Туземная цивилизация крайне нестабильна. Активация Крови Богов приведет к стерилизации планеты. Определены координаты очагов распространения Крови Богов. Приказ идем на снижение. Гибель в Филадельфине несчастный случай. Транспортники активированы и направляются к месту высадки. Конец страха и рождения надежды. Реакция туземцев враждебна. Возможность уклонения минимальна. Транспортники атакованы. Приказ распустить строй. Придет новая эра будущая. Повреждения незначительны. Сборщики не пострадали. Продолжаем операцию. За нами. Высадка преждевременно. Тузем приступаю к сканированию. Туземное население оказалось аномально жизнеспособным. Гряд перерождение. Рекомендую отменить операцию. Ах! Боевые действия запрещены. На данный момент прецедентов выживания туземцев после активации Крови Богов не имеется. Продолжайте операцию. Повелитель будет заинтересован. Это выполнить невозможно. Задача операции заключается в обороне пределов. Продолжительный конфликт с противником не был предусмотрен. Отклоняется! Нейтрализуйте все силы аборигенов. Не дайте им добраться до узлов связи. План принят. Всем нашим отрядам отдан приказ провести диверсионные операции в центрах скопления туземцев. Протяженность линии фронта вызвала необходимость создания дополнительных узлов связи. Приступите к операции. Кровь Богов еще не готова к преображению. Сборщики не могут собирать то, чего нет. теперь мы можем возвращаться. Повелитель требует новых данных о туземном населении. Сбор крови Богов не главная цель. Продолжайте операцию, начинайте укрепление пределов. Войска туземцев разобщены. Победа наша! План принят. Точки развертывания определены. Приступаем к началу строительства. Военные действия начинаются. Создание узла завершено. Возведение пределов находится в финальной стадии. Тем не менее сопротивление туземцев продолжает расти. Тактика диверсии себя не оправдала. Победа маловероятна. Операцию следует немедленно прекратить. Предложение отклонено. Наш повелитель требует взорвать оставшуюся кровь богов и продолжит сбор. Приказывается вам очистить место взрыва от туземных особей. Извините у них все данные о крови богов. По выполнению доложить. Будет исполнено. Передаю приказ всем наземным подразделениям. Место взрыва определено. Наконец-то загружаю полученные данные в центральную сеть. Поэтому я и развязал войну с ГСБ, чтобы спровоцировать применение ионных орудий. Мои ученые сказали, что только с их помощью можно устроить взрыв достаточной силы. Разумеется, для войны была и другая причина. Следовало ослабить ГСБ, чтобы они не помешали планам гостей. Все эти данные уже имеются. Обнаружена неизвестная мутация. Повелитель настаивает на расследовании. Линия пределов атакована. Ожидается прибытие новых сил туземцев. Поражение неизбежно. Завершите постройку как минимум одного предела. Второстепенные операции будут свернуты. Перестройте свой корабль. Извольте подчиняться приказаниям. Без функционирующего предела мы не сможем вернуть корабль в наш док. Добыча не имеет никакого значения. Повелителю нужна информация о кейне. Приказ отменен. Наличие действующего предела и постройка передатчика это ваш единственный шанс выжить. Приоритет один. Завершить постройку предела. предел восемнадцать уничтожен. Осталась только вышка предел девятнадцать. Завершите строительство иначе все кончено. Предел введен в строй. Начинаю транспортировку крови богов. Последнее задание. Завершите постройку передатчика прежде чем туземцы уничтожат узел связи. От этого будут зависеть наши жизни. Передатчик готов к переброске корабля матки к пределу. Переброска к пределу необходима для эвакуации с планеты. Операция завершена. Мои поздравления готовы к эвакуации. Задача не выполнена. Командир 371 нарушил приказ они возвращаются домой. Если только будет угодно повелителю, то скоро предел будет готов к переброске новой экспедиции. Готовьте флот вторжения. Земля будет нашей. с текилы бум-б 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 бум. Пам-у-